МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Илья Лазерсон. Это программа «Обед без брачей». Мужская передача «За еду». Я вот сегодня хотел бы вам показать одну вещь. Я здесь, собственно, всегда что-то показываю. Но бессонными ночами я думаю о том порой, вот как мужчина должен взаимоотноситься с выпечкой. Ну и так вот кажется, что пироги – это все-таки удел женский. Пироги, пирожки. И здесь слышится что-то все такое вот бабское. Но для меня есть один пирог, который мужской. Я никогда не отдаю его в руки женщин, даже если хочется делегировать порой какие-то вещи. Вот это мой пирог. Может быть, потому что он имеет вытянутую длинную форму, он ассоциируется с мужским началом, может быть, даже с мужским концом, я не знаю. Но я вам покажу сегодня такой мужской пирог, который называется красивым русским словом «кулебяка». Ты любишь изысканность? Не смотри. Мать вашу, где салфетки? Ты ценишь утонченность? Не слушай. Женщинам смотреть не рекомендуется. Обед безбрачия. Ну, вот здесь у меня варятся яйца. Вот здесь у меня варится рис с куркумой. То есть рис, подкрашенный таким желтым порошочком куркума. Он есть везде, его все знают. Вот это то, что у меня сейчас происходит на кухне. Теперь я должен замесить тесто, но еще не для «кулебяки», а для тонких блинчиков, которые мне понадобятся. Ну, смотрите. Я вам покажу, как сделать тесто для тонких блинчиков. Значит, вот миска. Вот молоко. Ну, здесь стакан молока. Сразу соль, сразу сахар. Это блинчики не сладкие будут. Не для джема, не для яблок. А это будут блинчики для пирога, рыбного пирога. Но все равно сахар нужен. Теперь я возьму венчик и возьму муку. Прежде всего я возьму яйцо, потому что яйцо мне понадобится здесь. На стакан молока я возьму одно яйцо. Вот одно хорошее желтенькое яйцо. И мука. Вот вопрос в том, сколько муки. Я не знаю, сколько муки. Я никогда не знаю, сколько муки, потому что здесь нужно руководствоваться своими ощущениями. Значит, я должен на выходе получить тесто, которое будет литься. Текучим будет тесто. Ну вот я сейчас сколько-то муки добавлю. Вот я, ребята, вот всегда пытаюсь до вас довести в некоторых рецептах, в некоторых идеях, как правильно ошибаться. Вот я вас сейчас научу, как правильно ошибаться с тестом для блинчиков. Блинчики хорошая штука. Мужчина, между прочим, органично смотрится, когда он печет блинчики. Вот смотрите, как надо ошибаться. Вот я сделал некое тесто. Ну, дай бог, чтобы оно было жиже, чем надо. Я сейчас буду печь блинчик пробный. Не будет получаться блинчик, значит, я добавлю муки. То есть здесь-то, на самом деле, ничего страшного нет. Вот тесто. Вот оно какое-то жидкое. Я проверю, потом его и посмотрю. Будет получаться блинчик, ну и все нормально. Но здесь еще важно не забыть, ребята, добавить сюда. Немного растительного масла. Вот так. Я буквально столовую ложку добавил. Это меня избавит от необходимости затем каждый раз смазывать сковородку маслом. Вот теперь это тесто. Всякое тесто, друзья, должно немножко отдохнуть перед тем, как с ним работать. Я ему дам немножко сейчас пока отдохнуть. А пока я займусь еще одним важным делом. Я возьму грибы. Вы пока совершенно не врубаетесь, что происходит. И нормально. Не потому, что вы такие дураки, а потому, что пока еще действительно непонятно, что будет происходить. Я грибы помою. Посмотрите, они такие темноватые. Я вижу частицы грунта на них. Это шампиньоны, между прочим. Я их помою. Посмотрите, как надо мыть грибы. Забавный способ. Я возьму немного муки в грибы. Вот так вот. И теперь налью воду. И с пулкой их буду мыть. Мука действует в данном случае как легкий абразив. И очень хорошо будет удалять с грибов мелкие частицы грунта. Ну вот всякие такие штучки, которые мы порой даже не видим. Вот так вот мыть можно грибы. Перед тем, как я эти грибы нарежу, а я их буду нарезать, я возьму еще луковицу. Я возьму хорошую луковичку. Очищу ее. И быстренько нарежу. Вы пока ничего не понимаете. И слава богу. Я вам только напомню, друзья, что мы сегодня готовим весьма мужской пирог, который называется кулебяка. В нашем случае кулебяка сегодня будет трехслойный. Мне будет целых три слоя. Лук я, посмотрите, нарежу. Все делается крайне просто. Это хорошее блюдо для компании, конечно. Вот можно на кулебяку звать. Вот не на всякое блюдо зовут гостей. Зовут часто на плов. Может быть, там на стейки, на отбивные, на борщ. И вот на кулебяку тоже зовут гостей. Я возьму сковородку. Дам в нее масло. И пока забуду про эту сковородку. А я буду сейчас нарезать грибы. Я могу из этой воды просто их доставать и шинковать. Как есть. Никакой очистки, ничего не надо чистить. Я буду вот так вот быстренько шинковать грибы весьма произвольно. В разных направлениях для меня это абсолютно не важно сейчас. Теперь я брошу на сковородку лук. Пусть он поджарится. Вот грибы. Грибы, шампиньоны достаточно нежные. У них не очень такой, знаете ли, уж дикий вкус грибов. И поэтому грибы хорошо сочетаются с рыбой, шампиньоны. Именно рыба сегодня будет определять название куребяки. То есть куребяка будет рыбная. Есть, знаете, такая концепция в кулинарии, когда считается, что то, что растет в лесу, должно сочетаться с тем, что растет в лесу. А то, что плавает в воде, ну, хорошо сочетается с тем, что в воде. То есть получается, что, видите, грибы – это лес, а рыба – это вода. Вот как будто бы грибы и рыба не зачитаемы. Но, наверное, сильно выраженные грибы действительно не очень хороши с рыбой. А вот грибы типа шампиньонов, которые не очень, так сказать, да, такие вот грибные, мне кажется, что это весьма неплохо. Вот у меня как хорошо жарятся грибы с луком. Я уже заканчиваю с грибами. Все, есть, про грибы можно забыть. Грибов надо много, потому что грибы всегда очень ужариваются, они теряют воду. Поэтому вот сейчас грибов у тебя много, а потом бас, поджарил их, их уже стало мало. Надо это учитывать всегда. Обратите внимание, я пока не солю грибы, потому что они слишком много сока будут давать. Ну, а я возьму сейчас вот такую маленькую сковородочку. Ну, возьму пока одну, хотя могу взять две. Это блины, блинчики будут. Здесь все продумано и просчитано. У свиньи четыре ноги. Здесь нет места неожиданностям. Две ноги передние и две ноги задние. Мужская логика на мужской кухне. Обед безбрачия. Посмотрите на эти грибы. Они рассыпаются, да, они такие отдельно существующие друг от друга. Это хорошо, но мне сейчас надо обратно. Мне нужно, чтобы грибы могли склеиваться, потому что это будет начинка для пирога, чтобы они не рассыпались при нарезании пирога. Поэтому я сейчас сделаю очень нехитрую штуку. Я сейчас возьму вот так вот ложечку муки, вот так вот аккуратненько грибы, посыплю мукой. И перемешаю. Мука мне сейчас склеит грибы. И грибы будут уже более такими клеящимися, липкими. Мне это очень важно для фарша. Вот мои прекрасные грибы. Грибы, собственно, готовы. Их тоже готовить долго не надо. Теперь, чтобы они остыли быстрее, я, конечно, из горячей сковородки-то уберу. Я их положу вот так вот в тарелку, чтобы они в тарелке остывали. Вот. Они хорошенько остынут. Теперь попробуем испечь один блинчик. Посмотрим, что получится. Может быть, я где-то ошибся. Я буду тогда себя корректировать. Ну, в блинчиках что важно, ребята? В блинчиках важно достаточно тонко и правильно распределить тесто по сковородке, чтобы блинчик получился тонким. Для этого надо понимать следующее. Надо понимать, что тесто всегда льют в середину сковородки, а не на края. Тогда оно более равномерно и быстро, и эффективно распределяется по сковородке. Вот смотрите-ка. Я сейчас могу с тестом немножко не угадать. Вот в середину лью и тут же пошел, продолжаю наливать, тут же пошел вращать сковородку. Смело-смело, чтобы тесто распределилось по площади сковородки. Ну, посмотрим, что получится. Вот, сейчас я возьму лопатки, лопаточку, посмотрим, как он перевернется. Ну, ничего, блинчик. Тесто может быть чуть-чуть слабовато, но ничего. И он поступает на тарелку. Вот теперь можно масло уже не лить, потому что масло есть в тесте. Опять в середину сковородки я наливаю тесто. А для тех, кто только что включился, ребят, я вам объясняю, что мы готовим не блинчики с грибами, а мы готовим кулебяку, весьма сложный пирог. И вы мне скажете, на какого черта вообще ты тут жаришь грибы, варишь вкусный рис, делаешь вкусные блинчики? Может быть, не надо пирогов-то никаких? Может быть, вот поесть блинчики с грибами? Шикарно. Ребят, ну я вам скажу, что так, конечно, можно рассуждать. Но все-таки еда, она, это же какой-то ритуал, какой-то вкус. Поэтому надо не так вот думать, что надо ограничиваться только яичницей и какими-то примитивными штуками на кухне. Я вас сейчас абсолютно ни к чему не призываю. Я всего лишь хочу, чтобы вы получили хороший вкусный результат. Так, рис тоже готов. Я сейчас выложу рис, чтобы он остывал, пока я вожусь с грибами, с блинчиками, то есть. Вот это горячий, хорошо сваренный рис. Это счастье, а не рис. Так, блинчики, блинчики. Блинчиков нужно какое-то количество. Мы потом посмотрим уже в процессе работы. Я тем временем хочу нарубить яйцо, потому что именно в рис пойдет яйцо. Значит, вот яйцо. Я его крупно сейчас нарублю. Вы, наверное, знаете, ребята, что рис всегда любит яйца. Вот яйцо в рис. Ну, зелененького не хватает в рисе, правда, зелененького хочется. Я сейчас в качестве зелененького, конечно же, дам лук, потому что рис тоже очень любит лук, как и яйцо. Вот это такая традиционная начинка. Рис, яйцо и лук. И, кстати говоря, очень хорошо сочетаемое именно с рыбой. Я возьму зеленый лук. Я возьму немножко укропа. Пусть там сегодня будет вкусно. Все мытое. Я сейчас прямо на этой доске. Здесь было яйцо, которое в этом же фарше. Нарежу укроп и лук. И добавлю в рис. Я могу грубо резать лук, потому что все равно кулебяка будет нарезаться. И крупные фрагменты лука все равно разрежутся. Вот начинка. Вот последний блинчик. Вот тонюсенький какой получился. Значит, я начинку сейчас на ваших глазах перемешаю. И теперь мы практически готовы пирог собрать. Я теперь возьму противень, потому что пирог печется на противне. Положу его пока вот здесь. Обратите внимание, я противень положил обратной стороной наверх. Кулебяка пирог длинный. Ее рациональная печь на обратной стороне противня. Это пергаментная бумага, которая будет предотвращать прилипание пирога. Вот я, видите, на обратной стороне противня сделал себе плацдарм. Теперь я беру тесто. С тестом париться не надо. Тесто слоеное, оно продается в магазине. Слоеное бездрожжевое тесто. Два вот таких квадратика в упаковке. Именно два квадратика мне и нужны. Мука. Скалка. Мука мне нужна для того, чтобы немножко посыпать стол, чтобы тесто при раскатывании не прилипало. Повторяю, у ребяка пирог длинный, поэтому тесто раскатывается длинно. Ну, чтобы оно было не длиннее противня, потому что тогда оно не поместится. Я могу так через плечо посматривать на противень, чтобы оценивать его длину. Ну, капельку с запасом надо, конечно, тесто раскатать. Вот у меня есть некая длина. Теперь я немножко его катну в ширину. Вот, посмотрите, что у меня получилось. Теперь я сейчас возьму противень. Он мне на этом столе мешал. И со скалки перенесу тесто вот так вот, посмотрите, на бумагу. Вот оно, тесто. Как какие-то здесь неровности есть, они абсолютно сейчас не пугают. Посмотрите, какую я сейчас гадость сделаю с блинчиками. Не пугайтесь. Так надо. Я сейчас блинчики выровняю, чтобы они лежали четко друг на друге. И смотрите, что я сейчас сделаю. Я сделаю этим блинчиком обрезание. Вот так. И вот так. Это можно съесть. А можно не съедать. Теперь я... Посмотрите, что делаю. Я выкладываю вот такую дорожку. Блинная дорожка. Вот она. Ну, не до конца. Видите, не до краев теста. Здесь свободные места есть. Разумеется, здесь есть. На эту блинную дорожку я сейчас мокрыми руками, вот я намочу руки, выложу слой риса. Руками, потому что только руки смогут аккуратно это сделать. Вот я выкладываю, смотрите, как красиво, слой риса. Это первая начинка. Повторяю, кулебяка трехслойная. Сегодня человеческая нормальная кулебяка. Человеческая, в смысле, что нормальный чувак делает кулебяку. Сейчас будет хирургия. Лишние эмоции только мешают. Умиление неуместно. И забудьте про жалость. Я буду ему перебивать суставчики. Никаких сантиментов на мужской кухне. И теперь я, как вы уже догадались, делаю вот так. Вот я накрыл рис. Видите, почему я вам говорил, что здесь блинчики носят такой технический характер? Блинчики не дадут ароматам и пару выходить из кулебяки. Она будет оставаться очень сочной внутри. Теперь грибы тоже руками. Руками, потому что руки очень хорошо чувствуют, так сказать, слой. И как он будет идти сюда. Вот грибы. Помните, я их склеивал немножко с помощью муки. Они у меня липкие. Я уложу слой грибов. Уберу опять то, что упало на тесто. Теперь, как вы уже поняли, опять тонкий блинчик. И теперь я пошел. Я пошел за рыбой. Потому что сейчас сюда ляжет рыба. Вот она рыба. Это филе форели. Это филе форельки. Это филе хорошо сюда ляжет. Вот так вот, смотрите, грубо. Вот так вот. Вот видите, как сюда хорошо вписалось филе форели. Я его немножко посолю. Потому что начинка у меня соленая, а вот филе форельки-то нет. Вот я его присолил немножко. И опять блинчики. Видите, получилось так, что я испек ровно столько блинчиков, сколько надо было. Но это мастерство. Это мастерство. От этого уже никуда не уйти. Значит, вот у меня какая получается конструкция. Ну, согласитесь, что это мужик должен делать. Вот это вот все. Вот какая баба вот здесь, возле такой сложной конструкции. Надо запомнить, как слои идут. Надо целую рыбину положить сюда филе. Ну, какая женщина возле этой кулебяки, а? Мужчина, конечно же. Все, теперь я на время опять уберу этот противень. Потому что я теперь буду раскатывать вторую часть теста. Я вам сейчас покажу, товарищи, одну вещь. Посмотрите. Мне надо, чтобы вы все понимали, чтобы вы врубали, что происходит. Здесь есть высота. Вторым слоем теста я буду сверху это накрывать. Поэтому второй слой теста должен быть раскатан сильнее. Ибо он должен закрыть мне высоту. То есть он будет раскатан шире и чуть длиннее. Вот это моя задача. Надо это понимать. Иначе я не закрою всю эту историю теста. Я поэтому сейчас буду с большим усердием работать, чтобы тесто раскатать сильнее, а значит тоньше. Ну, а как же? Все, вот тесто. Такой же кусок. Я точно так же буду сначала раскатывать его немножко в длину. Обратите внимание, я каждый раз ставлю скалку в середину теста. Вот это очень важно понимать. Скалка всегда ставится в середину теста. Я катаю не вот так, снизу вверх, а всегда от середины. Вниз, вверх. Вот я раскатал его несколько длиннее. Теперь я пошел раскатывать его. Видите, опять от середины. От середины вверх, от середины вниз. От середины вверх, от середины вниз. Ну, думаю, этого достаточно. Опять на скалку. Потому что на скалке тесто хорошо переносится, оно не вытягивается и так далее. И, чтобы лучше было видно, я делаю вот что. Вот я накрыл свою кулебячину. Вот так. Правда, еще некрасиво, еще как-то так непонятно, но так и должно быть. Теперь я тесто аккуратненько руками буду обжимать. Я буду выгонять воздух из-под теста, чтобы там не оставался воздух. Вот так я приглаживаю нежно. Как женщину прямо. Вот я прижал, наконец-то, тесто. Один слой к другому. Они уже хорошенько приклеились. Теперь я должен убрать лишнее. Я очень тихонько буду резать, чтобы не прорезать бумагу. Я ножом вот так вот уберу лишние ошметки теста. Немножко повторяю форму кулебяки. Видите, я делаю запас. Тем не менее, у меня есть запас. Некие края. Вот у меня уже появилась какая-то такая выкройка. Теперь я возьму муку. Я должен все теперь сделать вот здесь шов вокруг кулебяки. Я хочу сделать косичку. Я должен руки смочить мукой. Не смочить, так сказать, смазать мукой, чтобы к пальцам не приставало тесто. И сейчас начну вот так вот заводить бортик к самому телу кулебяки, делая по борту хорошую, красивую косичку. Все, практически готово. Осталось только, как всегда, яйцом смазать. Ну, льезоном, чтобы корочка была хорошая. Если у меня нет кисточки, я вот возьму небольшой пучок зелени, да, и зеленью, как кисточкой, повозюкаю кулебяку яйцом. Можно сверху кулебяку чем-нибудь еще и посыпать. Я могу посыпать ее, вы знаете, что черным перцем. Все. 200 градусов в духовке. Слоеное тесто любит высокую температуру поначалу, а потом можно температуру немножко опустить. Рыба находится на самом верху. Все другие продукты готовы. Рис готов, грибы готовы. Нам надо приготовить только не толстое филе рыбы. Это будет занимать не так много времени, поэтому главный наш критерий готовности – это готовность теста. Золотистое, чуть приподнятое тесто. 200 градусов в начале, а потом можно будет снизить температуру до 160. Увлекательнее, чем гонки. Только получилось так, хотя там у нее только размер четвертый. Драматичнее, чем футбол. То, что куриное, называется яйцо, а то, что не куриное, называется яичко. И жестче, чем бои без правил. Научите своих друзей вставлять. Мужчина один на кухне. Обед безбрачия. Аккуратненько, чтобы не обжечься, вот так вот закрыть духовку. Смотрите теперь, почему я пек на обратной стороне листа. Посмотрите, какая она румяная собака. Посмотрите, почему я пек на обратной стороне листа. Вот я сейчас кладу ее. Смотрите. Видите, раз за бумажкой. Она у меня на доске. А если бы она лежала с той стороны, там бортик мне мешал бы ее. Мне пришлось бы какие-то лопатки брать, чтобы ее поднять. Бортик. Вот так я ее свез и все. Значит, вот она у меня, красавица моя. Я сейчас возьму блюдо. Вот уже все можно нарезать. Кореша собрались. Подсобную тарелочку. Значит, хлебный нож нужен. Вот такой первый надрез. Я как бы пилю. Вот у хлебного ножа есть пила. Я ее пилю. А потом помогу себе уже обычным ножом. Это я срезал краешек. Краешек обычно это моя добыча. Посмотрите на срезе. Какая она красивая. Это моя добыча. Краешек. Теперь я пошел резать порции. Толстенько, обильно. Вот, посмотрите-ка. Вот такая штука. Ну, собственно, и все. Дорогие друзья, я сегодня от вами издевался, потому что я сегодня сделал вкусный рис. Поджарил вкусные грибы. Поджарил вкусные блинчики. И только потом я все это собрал в трехслойную нормальную мужскую кулебяку. Так что запомните, ребята, кулебяка – это абсолютно мужской пирог. Я вам очень рекомендую делать его для всякой мужской или даже не мужской компании. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok